«Министры иностранных дел Греции и Македонии 17 июня подписали соглашение о переименовании бывшей Югославской республики в республику Северная Македония. Церемония прошла в греческом посёлке Преспа рядом с македонской границей». «Это исторический шаг, который откроет большие перспективы, исцелит раны прошлого и проложит путь к миру, общению, сотрудничеству и совместному развитию не только для нас, но и для всех балканских стран, даже для всей Европы». «Подписав окончательное соглашение о названии и стратегическом партнёрстве наших двух стран, мы по-настоящему сдвинули горы». Споры за название между странами длился 27 лет. В состав Греции входит историко-географический регион Македония. Греческие власти опасались, что бывшая Югославская республика будет претендовать на эту территорию. После переименования Македония сможет вступить в ЕС и НАТО. Раньше эти процессы блокировала греческая сторона. «Процесс был долгим и трудным. Но это справедливое и честное соглашение – пример для всего региона, для Европы и даже для всего мира. Он показывает, как два соседа могут разрешить проблему, если по-настоящему работают над этим». Между тем, недалеко от места церемонии разгорелись беспорядки. Недовольные греки выступили с протестом. Они считают, что республика Македония, оставив в названии этот топоним, претендует на древнее культурное наследие Греции. «Мы не принимаем это решение, не признаём его. Для нас неважно, чем власти занимаются. Мы собрались здесь, потому что Македония – это часть нашей души». Чтобы разогнать демонстрантов, полиции пришлось применить целезоточивый газ. Пострадали трое протестующих и двое правоохранителей. Протесты против соглашения прошли и в македонском городе Биттала. «Это наихудшая капитуляция, на которую мы когда-либо шли. Это соглашение, подписанное Заевым, изменит название нашей страны, которое она носит много столетий». Соглашение ещё должен одобрить парламент Македонии. После этого македонские власти проведут в стране референдум. Затем соглашение ратифицирует Греция.